Значит, я Зоя, Зоя Грам Плетень, Грам это по мужу, я Плетень Девича, я Зоя Грам Плетень. Прочитай свое стихотворение. В лучах вечерних медленно горю, А может это я в заре купаюсь, И с грустью провожаю я зарю, До завтра я с зарей сейчас прощаюсь, Заря мне машет огненным крылом, А вот себя дотла уже спалила, Растаяла за дремлющим селом, Луна серпом серебряным вскосила, Уже дрожит вечерняя звезда, И как маяк фороский Архимеду Сияет мне, торжественно она, И величаво так плывет по небу, И звездная мелодия звучит, И сладко слух мой музыка щекочет, Галактика со мною говорит, И звонко так в траве сверчки стрекочут. Право. Вы это написали сами? Да, конечно. Ну, а чувствуется влияние Пушкина или нет? Я думаю, да, потому что я его очень любил. Я скажу, низкий поклон вам, здоровья, я поцеловал бы вам руку. Ещё короткое... Давайте. Чтобы это как знакомство. Сделайте, да. Моё имя просто Зоя, из эпохи Мезозоя, Что давно окаменела, но однако не немела, Жизнь свою считаю раем, Говорю я попугаем, Ем пшеничный хлеб и кашу, И люблю планету нашу. Счастья вам, здоровья. Я могу просто уходить. Я видел лучшего человека, лучшую женщину. Как вам лето? У вас есть план на лето? А, я вчера была здесь. Я же вчера здесь была. Я здесь не была. Белет в лето называлась. Передача. Что вы пожелаете людям в лете? Этим летом? Летом. Ну, я желаю так, как я его сама провожу. Я люблю ходить в Дубовую рощу, В парк Металлургов, На природу, И по концертам, когда они идут, Где концерты какие, Обязательно. Я очень это люблю. Я была и в парке Победы уже. И в Дубовую рощу уже три раза. Сегодня третий раз. И на фестивальной, когда был концерт, Все это ко дню, 9 мая было. Я вот так все время и провожу это время. А лето тем более. Я не могу без вот этого, Без культурных мероприятий.